Международный уголовный суд заведет на Россию два дела о военных преступлениях и будет запрашивать ордера на арест нескольких человек, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. В делах, рассматриваемых судом, Россия будет обвиняться в похищении украинских детей и преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. О военных преступлениях, сборе доказательств и возможном трибунале для Путина и военного руководства поговорим с юристом Юрием Белоусом, который занимается сбором доказательств военных преступлений российской армии в Украине. Юрий, здравствуйте. Юрий, как нас слышно? Итак, мы пытаемся связаться с Юрием, это адвокат. Юрий, как нас слышно? Да, здравствуйте, хорошо вас слышно, видно, готов начать разговор. Спасибо, что нашли время, давайте начнем. Согласно New York Times, Россию намерены обвинить в Международном уголовном суде, в том числе за удары по украинской энергетической инфраструктуре. Но можно ли это считать военными преступлениями, объясните? Ну, конечно, можно. Во-первых, то, что Международный уголовный суд наконец-то начал свою конкретную работу здесь, это произошло со 2 марта 2022 года. Да, напомню, то есть они постоянно работают здесь, здесь постоянно находится группа следователей из Международного уголовного суда, и сейчас Международный уголовный суд открывает свое представительство здесь, в Киеве. Поэтому, конечно, то, чего мы все ожидаем, это скорое предъявление ордеров на арест, предъявление обвинений тем людям, которые причастны к совершению военных преступлений в Украине. Почему мы говорим о том, что атаки на нашу энергоинфраструктуру – это военное преступление? Потому что само по себе теплоэлектростанция, сама по себе там какая-то точка, откуда раздается энергия, не является военным объектом, и поэтому ее нельзя атаковать во время войны. И в целом, вот, причем здесь Донецкая область, и причем здесь 800 километров там, где находится Киев, причем здесь теплоэлектростанция в Киеве. Вот как это все сопоставить простыми словами без умных правовых там фраз от юриста и адвоката? Если объект на войне атакуется, и он считается военным, и да, энергоинфраструктура может считаться военным объектом и законной военной целью, да, но только в том случае, когда она вносит эффективный вклад в ведение боевых действий нашей страной, и тогда, когда это приносит после удара конкретное, конкретное, вот я прошу обратить особое внимание, конкретное военное преимущество противнику Российской Федерации. И если это приносит моральное удовлетворение там политическим и военным лидерам России, это не влияет на то, что объект этот можно назвать военным. Самое главное, что от атак на энергоинфраструктуру Украины страдают самые обычные мирные люди. У наших военных все есть. И связь, и свет, и вода, и тепло у них все есть. Это атака против тех людей, которые не служат в вооруженных силах, потому что отключается тепло, отключается вода, отключается свет, страдают мирные люди. Это попытка России повлиять на наш моральный дух. Вот какая цель лежит. Хорошо. Давайте попробуем разобраться. Поясните, пожалуйста, кому суд собирается предъявить обвинение в каждом конкретном случае, и как будут выдавать ордера на арест подозреваемым? Еще очень интересно, смогут ли выдвинуть обвинение лично Путину? Ведь Международный суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями. Правда? Да, конечно. Вот эти иммунитеты, они не признаются перед Международным оголовным судом в ГААГе. Он, собственно, и создан был для того, чтобы отсудить самых высших военно-политических лидеров любой стран, чтобы они понимали, что в любом случае возмездие правосудия произойдет. Кого судить конкретно за удары по энергоинфраструктуре? Такие решения принимались на самом высшем уровне. Это точно Генштаб, это точно Минобороны, это точно начальники войны, которые руководят СВО, так называемое, внутри России. То есть эти решения кем-то принимались, атаковать энергоинфраструктуру Украины. Каждый конкретный раз, каждый конкретный объект. Кто-то это решение принял, кто-то его довел до сведения подчиненных, кто-то его реализовал. И вот все эти люди должны подозреваться, и часть из них должна быть обвинена в том, что является военным преступлением. Конечно. Юрий, а вот как будут выдаваться ордера на арест подозреваемым? Я вначале задавала вопрос, как это технически? Да, да. Ордер, ну, очень просто. Ну, очень просто, скажем так. В международном праве, в таких вещах, в военных преступлениях, в работе этого суда, нужно понимать, что это не все очень просто. Вы так знаете, это не политический возглас, там, раз и все сделали, аплодисменты сорвали и пошли дальше. Ордер должен иметь под собой проделанную работу до этого, собранные доказательства и убедительное доказательство того, что конкретный человек подозревается в совершении конкретного правонарушения. Этот ордер выдает Международный уголовный суд. Его должны выполнять все 123 участника Международного уголовного суда, который находится в Гаге. Все 123. То есть, куда это лицо, назовем его так, с российским паспортом, выйдет на основании ордера задержать Гагу и вперед судить за военные преступления? Мы знаем, что сбор доказательств преступлений идет, но достаточно ли их? И какие именно доказательства нужны следователям? Давайте я в двух словах все-таки скажу. Аудитория, вы из другой страны, и поэтому важно понимать, кто у нас это делает. У нас это делают службы безопасности Украины, доказательства военных преступлений собирает прокуратура Украины, полиция помогает. У нас в стране очень развито гражданское общество, этим занимаются юристы, адвокаты, правозащитники, правозащитные организации. Журналисты проводят расследования и доносят эту информацию и в СБУ, и в прокуратуру, и в полицию. У нас много каналов подачи этих доказательств. То есть, доказательства собирают в Украине большой круг лиц. Доказательств у нас очень много. Они собираются, по сути, в режиме реального времени, что, конечно, позволит нам доказать и обосновать вину наибольшего количества людей, россиян, которые совершают военные преступления здесь. Юрий, скажите, пожалуйста, вы в этом процессе какое место занимаете? Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь как адвокат сбором доказательств военных преступлений. Что я делаю? Я предоставляю правовую помощь людям, отправляю от их лица заявления о совершении военных преступлений, разных абсолютно, начиная с убийств, заканчивая пытками, депортацией, незаконным лишением свободы и разрушением имущества. И с каждым человеком я работаю исключительно лично, исключительно по той истории, которую он пережил. Я записываю видео, которое в том числе поступает в Международный уголовный суд в Гааге, который с ним работает и в СБУ, и в наши органы, и, безусловно, в прокуратуру. И с теми материалами также я работаю, которые мне предоставляет конкретный человек. То есть все это фиксируется, документируется и направляется туда, где должно быть проверено, чему должна быть дана правовая оценка. Давайте о программе вывоза украинских детей. Я считаю, это одна из главных тем. Россия эту программу не скрывает. Во-первых, почему? Во-вторых, как доказать, что это неправовая норма? Я тут напомню, в мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для детей-сирот из Украины. МИД Украины выступил с ответным заявлением, что Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины. Поясните, пожалуйста. Почему они этого не скрывают? В принципе, россияне и в целом мало чего скрывают. Они просто называют вещи другими именами, такими, как им удобно. А в целом и в речах Путина, и в речах их политических лидеров очень явно сквозит понимание того, что Украина это не государство, по их мнению. Что мы здесь, в нашей стране, не имеем права вообще на существование, на свою страну, на свои правила в своей стране. И потому, что мы, по сути, они до нас пытаются до всех донести, что мы их собственность. Вот такая позиция у России. И поэтому тем самым обосновываются вот самые разные меры, которые являются военными преступлениями. А вот вывоз детей в другую страну без их возврата сюда, это является, и можно это квалифицировать как акт геноцида. Потому что перемещение детей из одной группы в другую, это является геноцидом по конвенции 1948 года, конвенции ООН, признаваемой в том числе и Россией. Поэтому перемещение наших детей на территорию России и потом невозврат их сюда, в Украину, назад, конечно, это преступление. И это нужно рассматривать именно в призме геноцида. Юрий, а расскажите, пожалуйста, о процедуре подробнее. Как юридически возможно вернуть детей в Украину? Юридически возможно, конечно, если действовать по правилам, они обязаны вернуть детей тут же, после того, как, если бы они, допустим, аргументировали это тем, что, вы знаете, мы их вывезли из Украины, там велись боевые действия, мы не хотели, чтобы они пострадали, поэтому мы их вывезли. Да, хорошо такое принимается, но тут же, когда вы их вывезли, обязаны доложить все нам в Украине и обязаны их вернуть. А сегодня мы находимся в ситуации, что они их не возвращают, то есть, по сути, подтверждают свое преступление. А если их уже усыновили, уже усыновили, дальше шаги? Ну, это усыновление незаконное, это усыновление в результате акта геноцида. Четко прописано, перемещение одних детей и детей из одной группы в другую, это геноцид, потому что это удар по всей нации, это удар по всей группе, группе по украинцам. Потому что если забирают наших детей, у нас никого не будет, и, соответственно, украинцев станет меньше. И, соответственно, именно в этом кроется цель России, именно в этом кроется цель, в том числе, ударов по энергетической инфраструктуре и такого количества военных преступлений. У нас в стране на сегодня зарегистрировано более 70 тысяч военных преступлений. Вы просто представьте эту цифру, можно ли ее осеснуть вообще, хоть как-то? Были ли примеры такие же ранее в мире или это прецедент? Примеры чего конкретно? Вот как детей усыновляли, как их вернуть? Тема детей продолжаем. Да, да, ну, конечно, такое было, потому что, ну, конечно, конечно, потому что это очень такая привлекательная для преступника, это привлекательная вещь взять и вывезти и начать их перековывать на свой лад, то, что делает Россия, например. Поэтому это правильное решение, это юридическое решение, это результат наказания, в том числе, тех людей, которые вот такие решения принимали. Ну, возможности для того, чтобы мы вернули детей, конечно, есть, и мы над этим работаем, безусловно. Понятно. Юрий, давайте попробуем зрителям пояснить, какими путями можно двигаться. Первый – это Международный суд ООН в Гааге. Украина обратилась туда спустя два дня после начала войны. И второй – Международный уголовный суд, который также находится в Гааге. Международный уголовный суд уже инициировал расследование военных преступлений, совершенных в Украине, причем начиная с 2014 года. В чем разница и где есть больше шансов? Я бы не оценивал так шансы, не шансы, это абсолютно разные суды. Международный суд ООН, он тоже находится в Гааге, там судятся государство против государства, Украина против России. Да, как некие абстрактные сущности, скажем так. Международный уголовный суд в Гааге, который работает с 2002 года в целом вообще, как постоянно действующий орган в мире, такое произошло впервые. Он судит конкретных лиц, то есть Путина, то есть Шойгу, то есть Герасимова, кого угодно. Мы туда можем посадить на скамью подсудимых и там этих людей судить. То есть один суд – это споры между государствами. Второй суд – Международный уголовный. Это наказание индивидуально уголовная ответственность. Наказание индивидуально конкретного человека за военное преступление или за преступление против человечности или за геноцид. Я бы еще добавил сюда третий трек, так сказать, третий путь. Это вы, наверное, точно слышите об этом. Это необходимость создания международного специального трибунала за преступление агрессии. Это инициатива Украины. Она уже сегодня собрала в коалиции 32 участника. Еще в конце января их всего было 21 государство. Сегодня это самая свежая информация. 32 участника уже было. 29 или 28 или 29. И этот суд создается для того, чтобы осудить очень узкий круг лиц за сам факт, за подготовку, планирование и введение агрессивной войны против нашей страны. То есть за вторжение в Украину. За начало агрессивной войны. И вот этот трибунал, он может быть третьим во всем перечисленном. И он будет судить, конечно, тоже не танкиста какого-то Ваню из Сочи или Лешу из Хабаровска. Он будет судить уже Совет Безопасности, Совет Федерации. Путин, Шойгу, Патрушев, Герасимов, Матвиенко, Медведев, Нарышкин. И вот это вся братья российская, которая причастна к планированию введения и подготовки войны. Связь с Нюрнбергским процессом есть, скажите, пожалуйста? Конечно, безусловно. Связь с Нюрнбергским процессом есть, потому что после Нюрнберга никого не судили за агрессию. То есть президент России и его близкие сподвижники, скажем так, они могут быть последователями, явными последователями именно Нюрнбергского процесса. И те, кто сидел на скамье подсудимых там. И безусловно, те принципы, которые выработаны в рамках работы Нюрнбергского процесса, это то, что судить можно. Даже когда ты выполняешь приказ, то есть отговорка, а я выполнял приказ, и я ничего не знаю, я разбомбил два украинских дома и убил сто людей. Она здесь работать не будет. Поэтому связь между Нюрнбергом и сегодняшними днями, она очень и очень прослеживается. Потому что те принципы, на которых мы сегодня стоим и работаем, чтобы судили конкретных людей. Потому что это не два орла на гербе России виноваты, не какие-то пришельцы. Это люди с российскими паспортами, это люди с российским гражданством, это люди, которые живут в России и которые имеют власть в России. И те люди, которые заехали сюда танками, самолетами, пехотой, машинами и делают здесь то, что представить было сложно еще 13 месяцев назад. Юрий, вот вы как юрист проводите работу, есть журналисты, которые проводят расследования. Вы как-то коммуницируете, взаимодействуете? Ну конечно, мы коммуницируем все друг с другом. Я коммуницирую с Генеральной прокуратурой, со Службой безопасности Украины, там в деле, где я занимаюсь с мужа, который убили русские солдаты. Кстати, на блокпосту ехал за гуманитаркой на велосипеде, с сыном с белой повязкой на руке. Остановили, застрелили. Вот так это бывает. Вот так это бывает, когда ты встречаешь российских солдат. Да, мы все коммуницируем. Журналисты, правозащитники, юристы, адвокаты. Безусловно, потому что у нас у всех одна цель, и мы все понимаем, что если не мы, эту работу вместо нас точно никто не сделает. Юрий Белоус, адвокат, спасибо огромное, что нашли время для того, чтобы ответить на наши вопросы. Мы будем следить за вашей работой. Вам удачи. До встречи. Спасибо вам. Спасибо.